Всем привет! Меня зовут Софа, я рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодня я хочу снять небольшой хобби-влог, потому что очень много накопилось випов, и не хватает времени, чтобы докрашивать их, успевать как-то выкладывать готовые за месяц, и они все копятся, 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 и в итоге пропадает даже какое-то вдохновение, нежелание их доделывать. Как правило, вип у меня не копятся, ну то есть в последнее время копятся, но я смотрю вот некоторых блогеров, у которых там по 60, по 70 недоделанных работ, у меня такого, конечно же, нету. Я стараюсь доделывать, добивать картинку, иногда даже бывает такое, что вдохновения совершенно нету, но я чувствую какой-то долг, что мне нужно ее доделать, добить, и уже все, чтобы она была готова у меня. Вот, иногда, когда такое происходит в процессе, все равно появляется какой-то энтузиазм и вдохновение. Вот, сейчас у меня накопились некоторые випы, которые я хочу вам показать, потому что я начала снимать еще в середине октября видео о осенних иллюстрациях. Я надеюсь, что я успею до конца ноября иллюстрации доделать, и покажу вам уже готовое видео с процессами всего раскрашивания, и с готовыми, соответственно, иллюстрациями. Я, наконец-то, досниму это видео и успею до начала зимы все-таки доделать, скажем так, осенние иллюстрации. В этом видео я выбрала себе три иллюстрации на осеннюю тематику из трех разных книжек, и решила их раскрасить, чтобы как-то зарядиться осенним вдохновением и все такое. Вот, но в итоге я до конца добила только одну иллюстрацию. Здесь я ее показывать не буду, я покажу ее в том доделанном видео, которое я обязательно досниму до конца ноября. Вот, а сейчас я вам покажу випы, которые тоже войдут в эту тройку, но я их пока что не доделала. Вот, первая книга, это у нас будет времена года. И здесь у меня вот такая вот иллюстрация в процессе. На фоне у меня глянцевый акрил, а все остальное это полихромосы. И здесь я использовала много-много-много разных карандашей для того, чтобы сделать такое вот что-то типа малахита или изумруда. Вот, и вот этот камушек тоже таким же образом хочу раскрасить. Вот. Вот такая вот у меня в процессе иллюстрация. Пока что нету в ней такого чего-то осеннего, потому что, наверное, самый осенний атрибут это здесь тыква, которую я пока что еще не раскрасила. Вот, еще у меня что в процессе. В этой книге... А, у меня здесь такая вот девушка. Это я раскрашивала первый раз, вообще пробовала раскрашивать портрет акварелью в раскраске. Кстати, мне очень нравится здесь бумага. Не знаю почему, но у меня такое ощущение, что эта книга отличается немного от книг «Тотемные животные». Хотя это тоже калибри, на том же самом Амазоне заказывала. Не знаю почему, может быть, это все-таки зависит от года выпуска. А, кстати, вот еще забегая немножко вперед, скажу, что книга... Последняя книга Ханны «Полуночный маскарад» тоже нашего издания. Она хоть и обрезана ужасно со всех сторон, но бумага там действительно очень классная, очень плотная. Надеюсь, когда переворачиваешь иллюстрации... Ой, то есть, ну, листы, страницы, состоится впечатление, как будто бы несколько листов одновременно переворачиваешь. Очень классно вообще. Вот, значит, здесь у меня тоже процесс, но я пока еще не решила делать это разворотом или только вот эту половину. Вот, ну, пока что это такой дальновидный процесс. Я, наверное, даже до конца ноября его не доделаю. Вот, первая иллюстрация на мой такой осенний челлендж. Вторая – это книжечка в саду. Вот такая вот корзина с овощами. Здесь я делала подложку акварельными карандашами, да, манделузами. Фон я делала пастельной гуашью от Брауберг. И немножко вот типа облаков сделала, короче, пальцем тоже гуашью. Вот, залила манделузами и начала прорабатывать карандашами. Пока что вот эту только сделала, грушу и вот эти вот лолоросы, что ли. Не знаю, как называется такая трава. Вот, и, ну, осталось совсем немного, в принципе, но руки не доходят, короче. Вот, но обязательно надо доделать ее до конца месяца. Надеюсь, что добью и обязательно покажу вам это видео. Я, конечно, буду еще его монтировать, но я хочу сказать, что, когда я снимала это видео, я сказала там на камеру то, что мне хочется раскрасить что-нибудь осеннее, потому что сейчас у нас уже середина осени, а у меня раскрашена только одна осенняя работа. Так вот, когда это видео выйдет, уже, наверное, будет зима, а не середина осени. Вот. И следующая работа тотемных животных. Здесь у меня целый разворот, но он уже близится к завершению. Я его, наверное, уже показывала где-то. Вот, здесь я активно прорабатывала вот этих вот змей буквально несколько дней назад. И единственное, что мне здесь осталось раскрасить, это листики. Цветочки вот эти вот. Ну, и в принципе, все. Вот. Я здесь сделала линером и маркером металлическим им такие вот... Не знаю даже, как сказать правильно, намордники, шлемы, что ли. Не знаю. Но что-то такое пыталась сделать. Вот. И рубины мне очень понравились, как получились. И вот эта вот дама еще в процессе осталась. Только придумать, что ей делать с ее волосами и раскрасить так же змеек. И все, в принципе. На фоне здесь у меня гуашь обычная детская. Очень эффектный такой получается разворотик. И дальше как раз-таки вот эта вот книжечка, которую я хотела на нее обзор снять, но уже на многих блогеров наткнулась, которые снимали на нее обзор. Думаю, ну, наверное, не нужно. Раз есть, уже не... Я не одна такая, которая хотела снять обзор, но не сняла. Эту книгу я давно хотела начать, потому что было такое предновогоднее настроение. Вот. Где-то середина ноября, наверное. Вот. Но обязательно я здесь что-нибудь еще раскрашу к Новому году. Но пока что у меня такое... Пребывая в таком новогоднем, предновогоднем настроении, я решила раскрасить какую-нибудь иллюстрацию. И, кстати, да, вот в этой книге очень сильно она урезана по формату, что очень портит некоторые иллюстрации, которые, вот, например, какие-то большие, масштабные. И вот здесь вот, например, у нее вот сюда ее засунули, тут голову отрезали, тут еще что-то, крылышки. Вот. Не очень мне это не нравится вообще. Вот. А, тут у меня вот такой вот процесс. А здесь я хотела создать такое прям что-то рождественское, новогоднее. И всего-всего-всего понапихало. И акрила, и акварели, и карандаши, и гуаши у меня здесь вообще что только нету. Вот. Но мне очень нравится, как получается, потому что изначально эта стена была просто красной. Это смотрелось ужасно. Я думала, что я просто взялась и запорола иллюстрацию. Но после того, как я затемнила края, вот здесь вот бордовым, стало выглядеть гораздо даже праздничнее как-то. Вот. Стол я пыталась сделать под винтаж такой. Не знаю, получилось, нет. Вот такая вот здесь еще мышка сидит маленькая. Вот. А, колокольчики, кстати, я раскрасила интерферентом от Ван Гога. Не знаю, бликует, нет. Но очень красиво смотрится вообще. Мне так понравилось. Мне пришла посылка, и я в этот же день как раз красила вот эту иллюстрацию. Думаю, надо куда-нибудь его засунуть. Здесь все такое праздничное, атмосферное. Вот. И решила вот эти вот фонарики раскрасить. Вот. В принципе, здесь остался только торт и девочка. Вообще, как нефиг делать, раскрасить. Наверное, сейчас я этим как раз и займусь. Вот. И как-то еще надо вот этот вот фонарь организовать, чтобы он светил. Вот. Такая вот у меня новогодняя атмосфера в этой книжечке нарисовалась. И последний мой такой важный вид в раскраске Ведьмак. Это, наверное, стала вообще одна из моих самых любимых книжечек. Потому что я не была знакома вообще с миром Ведьмака. А сейчас я полностью погрузилась в него. Я играю в игру параллельно, читаю книгу. Первую уже прочитала буквально там за какие-то считанные дни. Вот. Мне очень нравится вообще вся эта атмосфера, вся эта история. И, соответственно, книга тоже очень нравится. И плюс она сделана по мотивам игры. Что очень классно, потому что в книге мне иллюстрации не очень нравятся, если честно. Вот. А тут прям видно, что постарались. И мне очень нравится эта книга. Даже до такой степени, что я пока что не до конца даже решаюсь, что-то здесь еще раскрашивать. Но в процессе у меня одна иллюстрация, которую я раскрашиваю спиртовыми маркерами. Это Кейра Мекс со своим возлюбленным Лампертом. Вот. Квест с ней я уже прошла. И мне очень импонирует этот персонаж. Прям вообще она мне очень нравится. И поэтому я решила раскрасить именно ее. Хотя здесь иллюстрации вообще просто потрясные. Кстати, я планирую снять обзор на эту книгу. Вот. Здесь у меня спиртовые маркеры доработкой, карандашами цветными. Я залила здесь вот пол. И буду его прорабатывать немножко карандашами. И останется буквально совсем чуть-чуть. Вот. Сейчас покажу, как с обратной стороны выглядит. Как прикольно. Спиртовые маркеры. Это просто моя первая такая масштабная работа с использованием спиртовых маркеров. Вот. Поэтому так прикольно смотреть все время на обороты. Что получается на обратной стороне полностью отпечатывается вся иллюстрация практически. Вот. И еще что я хотела вам показать. Это вот такой вот прикольный пенальчик. Это скрутка. Она называется скрутка. Но это я нигде не покупала. Мне сшила мама. Вот. И хочу вам показать, как выглядит внутри. Очень удобная штука. Я разложила здесь карандаши по цветам. Вот. Мне кажется, это очень удобно. Были мысли заказать большой пенал. Вот как у всех на молнии с карабином с Алиэкспресс. Но мне они не очень нравятся. Мне кажется, они очень громоздкие. И у меня просто-напросто нет столько места, чтобы их хранить. Вот. Но в принципе, может быть, я когда-нибудь надумаю заказать такой пенал. Но пока что мне очень нравится. И даже просто визуально мне нравится, как выглядят вот такие вот скрутки. Сюда помещается не очень много карандаши. У меня здесь буквально 36, наверное, даже нет. Вот. Но мне кажется, это гораздо бюджетнее. Вот так вот просто... Даже есть видео очень много в интернете. Мы, кстати, тоже по Ютубу смотрели и шили. Вот. Там есть и схемы, и туториалы, и все-все-все прочее. Почему можно вот просто взять и сшить без особых усилий, кто умеет машинкой пользоваться. Вот. В принципе, ничего сложного там нет. Вот. Также он занимает не так много места. И, в принципе, мне кажется, это удобно. То есть, просто вот положил на стол или достал, да, какой тебе нужен цвет. И все. Вот. Также я хотела бы показать свою последнюю покупку. Это вот такие вот две кюветочки с красками. Это Ван Гог. Пожила их в тихол от клячки. И это у меня Black и синий интерферент. Вот. Мне очень понравился. Вообще прям супер круто. И Oxide Black, кстати, очень хорошо смешивается со всеми акварельными красками, которые у меня есть. У меня ладога 24 цвета. Прекрасный, дает эффект грануляции. Мне очень нравится. Вот. Вот, наверное, все, что я хотела показать. Поделилась с вами своими випами. Благодарю вас всех за просмотр. Желаю всем побольше вдохновения. Творческого. Пусть она вас никогда не покидает. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok